Всем приветок, с вами Лизок. Ребята, давненько я не снимала видео моей покупочки, поэтому сейчас я вам покажу свои вещи, которые я прикупила за последнее время, поэтому кому интересно, продолжайте смотреть. Поехали! И да, не нужно мне сейчас писать в комментариях то, что я хвастаюсь, я просто хочу вам показать свои вещи, которые я сама себе приобрела. Да, ребята, я некоторые вещи покупаю сама себе, то есть я зарабатываю эти деньги, потом иду их трачу как хочу, то есть родители в это не вмешиваются, они мне разрешают делать такой выбор. Не все вещи я покупаю себе сама, некоторые мне покупают родители, но связь в том, что я не хвастаюсь, я просто делюсь с вами своими эмоциями, но конечно же, когда я покупаю себе эту вещь сама за свои деньги, за заработанные свои деньги, то конечно же, эта вещь мне нравится намного больше. Ребята, у меня отличная новость, еще 8 человек, и у меня в Мьюзикале будет 1000 фанатов. Давайте поскорее наберем эту сумму человек в моем профиле в Мьюзикале. Я буду очень рада видеть вас, то что вы лайкаете мои клипы, пишите мне позитивные комментарии, спасибо вам. Я ребята отвечаю не на все комментарии в Мьюзикале, потому что их достаточно много пишут. Я их просматриваю, но не всегда отвечаю. Вот мой профиль, мои разные клипы. Многие говорят, что не могут меня найти, поэтому вот смотрите, как я подписана. Я вам рассказала только что про Мьюзикале, а теперь хочу рассказать про свой попсокет. Я его очень долго решалась наклеить на свой чехол, просто я думала, что вдруг мне будет с ним неудобно, а потом я его начну сдирать, у меня останется след на моем чехле. Нет, ребята, вот этот попсокет, который мне дали от Ютуба, вот так он выглядит, но еще его не видел. Мне настолько удобнее снимать клип в Мьюзикале, да и вообще ты просто телефон на фоках увереннее держишь. Он хорошо приклеивается, то есть я вот так вот болтаю рукой, главное, чтобы пальцы были крепкие, я вот так вот держу. Намного удобнее, поэтому если у вас есть возможность его приобрести, обязательно покупайте. Говорю лично от себя, он очень удобный. У меня есть еще небольшая история. Обычно, когда я сплю, то у меня нету никаких историй, но сегодня все ночью пошло абсолютно не по плану. Я вырвала себе целых два зуба. Да, два зуба, это у меня было так впервые. Если у вас тоже так было, то пишите в комментариях. Я очень рада, что этих зубов у меня уже нету, потому что они мне мешали кушать, они были проблемные. И я вот так вот хрустил, у меня выпал первый зуб. Побежала, показала папе, легла спать, типа легла спать. И у меня резко заболел второй. Я его тоже взяла, и он у меня тоже выпал. Ну и сейчас я вам покажу подарки, которые мне принесла зубная фея. Первая, это вот такая вот великольная труничка. Она сама светлого цвета. Посередине вот такая вот золотая звездочка. Да, ребята, у родителей я звездочка. И вот на этой звездочке вот такие вот полосочки, которые, как по-моему, они очень круто украшают эту труничку. Ну и тут еще вот такие вот кармашки. Она очень здорово смотрится под вот эти мои джинсы, потому что тут тоже вот такие вот золотые пайетки есть. Ну а в школу я буду ее одевать под свои черные штаны. Еще мне зубная фея, типа зубная фея, принесла вот такие вот натуральные конфетки. Сейчас вам покажу, как они выглядят. Это такая ленточка, которая вот так вот свернута, вот в такой вот клубочек. И это полностью натуральные конфеты, то есть тут нету сахара. У меня они с яблочным, малиновым и клубничным вкусом. Они очень вкусные, поэтому мы уже не удержались и почти что съедили один вот этот кружочек. Это был сладкий подарок. Следующие это две зубные пасты. Вот такие вот. Это с клубник, с вишней. И вот это с разными ягодами. Это одна герману, а другая мне. Герману будет по-любому зеленая, потому что это его любимый цвет. Ну а моя розовая, это мой тоже любимый цвет. Это на этом подарки еще не заканчиваются. Следующие это вот такие вот колготки в школу. Серенькие. Такие вот обычные серые колготки. И на этом еще не конец. Следующие это носочки. Должны иногда быть вот такие вот обычные, простые. Они, вроде бы в них ничего такого интересного нету, но мне все равно они понравились. Они более тепленькие уже. То есть сейчас они просто идеальны на эту погоду, которая у нас сейчас. И еще вот такие вот эти черненькие, а вот эти такие серенькие с разными, разноцветными такими капельками. Вот эти мне, наверное, нравятся немножечко побольше. Я хочу их просто сейчас, прямо сейчас хочу их одеть. Сейчас я вам покажу свою шапочку. И это уже не зубная фея принесла, это мы купили у знакомых. Вот такая вот обычная вязаная шапочка, более бордового цвета. Удобная, тепленькая, как раз сейчас тоже на эту погоду она подходит. Вот так вот выглядит у нее шапочка. И она, кажется, на мне очень идет. Сзади вот так вот подворачиваем ее. И тут идет вот такой вот большой слудик. Его нужно складывать, завязывать в два раза. Вот так вот. Эта шапка мне отлично подходит под мой пуховичок, он у меня тоже бордового цвета. А также под мои сапожки, они у меня тоже вот такого же цвета. Комплектик такой вышел. Это было с шапочком. Ну и эти вещи, которые я сейчас вам покажу, я уже покупала сама за свои деньги. И родители даже не знали, какие вещи я куплю. Я просто сказала, мам, мне понравилась эта кофточка, поэтому я сейчас пойду ее и куплю. И моим родителям всегда нравятся вещи, которые я выбираю. Потому что я выбираю реально красивые. Ну, мне так кажется. Первая, это вот такая вот рубашечка. Я ее купила еще летом, но все равно вам покажу. Она более укороченная. Тут, то есть снизу ее нужно вот так вот завязать. Сама она такого нежно-голубого цвета, джинсовая, да. И тут такие вот маленькие якори нарисованы. А еще вот тут вот по бокам вот такие вот кармашки. То есть обычно такая вот рубашечка, но все равно она мне зацепила вот этим вот подворотиком снизу. Если у вас есть такая рубашечка, то пишите в комментариях. Только что нельзя в школу носить. Следующая, это вот такая вот кофточка Нью-Йорк. Мьюзикл, если вы его есть и смотрите в реклипу, то вы, наверное, уже ее видели. Изюминка этой кофты то, что спереди она короткая, а сзади идет вот такой вот шлейф, то есть она там подлиннее. Именно поэтому она мне и понравилась. Вот такая вот кофточка. Если у вас это уже такая есть, напишите в комментариях. Ну и последнее то, что я себе купила, это вот такой вот стопик. Возможно, я буду носить на танцы, потому что завтра я иду на танцы. Ну а также его я просто буду носить в верное дома. Все эти вещи, кроме шапки, я купила в магазине Линда. Он находится недалеко от моего дома. Там всегда есть выбор одежды, и я постоянно покупаю там себе новые кофточки. Там очень классные продавцы. Лера и Саша, передаю вам привет, спасибо вам. Я вас люблю. Я знаю, что вы смотрите мои видео, и мне очень нравится там покупать. Там всегда выгодная цена, мне делают скидку. У меня там подключен Wi-Fi. Я прихожу в этот магазин как себе домой, серьезно. То есть если вы живете в уже доме, то приходите в этот магазин, и вам там обязательно понравится. Там есть регистры на детей, которые моего возраста, ну и на более маленьких. Также там есть очень много лизунов и канцелярия. Поэтому переходите и покупайте. Если вы туда придете, говорите пароль «Жучок». Ну что ж, а на этом мое видео подходит к концу. Если вы позитивный человек, рекомендую подписаться на мой канал. Он у меня очень позитивный. Также есть канал у моей мамы, поэтому кто не в курсе, захотите. Ссылочка будет в описании, тоже подписывайтесь. Поддержите мою маму. У нее скоро 2000 подписчиков. У меня скоро 40 тысяч подписчиков. Ну а в мюзиклеле у меня скоро будет 1000 подписчиков. Также не забывайте, что я есть в ВК и Инстаграме, поэтому тоже подписывайтесь. Ссылочки будут в описании. Ну что ж, всех люблю, целую. Пока-пока.